всем ребята доброе утро начинается добра до погода радует и это вообще супер сейчас кингом завтракаем и сразу же отправляемся в дорогу дорога по идее должна быть около часа но ребят нам нужно всего-навсего вон за тот бугор представляете за тот бугор и наверное сейчас поедем на свой страх и риск по дороге грунтовой которая размыла тем более сегодня ночью было очень влажно туман стоял сильный я ночью просыпался и дальше капота ничего не видел то есть туман был сильный влага пропиталась в принципе в почву два дня дожди нашли вот ехали мы сюда видели да ну тяжеловато доехали кстати вон там какая-то машина едет по грунтовке легковая значит мы тоже наверно проедем вот что у нас получилось за этот выпуск за эту часть да ничего сверхъестественно не был мой фундамент кто-то расшвырял причем расшвырял очень здорово люди так не будут расшвыривать если фундамент ничего не дает значит вкуснях там было предостаточно вот мы сейчас отправимся посмотрим что у нас следующей деревне даст я думаю что то даст потому что там как бы еще раз повторюсь вкусняхи на прошлом выходе у пацанова были классные подняли там 20 копеек серебряной екатерины цариков куча вот надеюсь сегодня фундамент у нас тоже выстрелит какой-нибудь так что смотрим будет достаточно интересно итак ребят подошел я именно к церкви к той самой церкви где вы прошлое видео увидели что это известная церковь тем что здесь похоронена достаточно известная личность аскаков вот и археологи я читал что вот из этой вот ямы и вот сейчас стоит так безобразно кратко безобразно вот это все сделано археологи выкопали именно тело этого человека и перевезли в саму самару конечно можно было это сделать нормально здесь стоял крест вот но этот крест то ли сломали то ли его специально обвалили что-то в этом роде и костяныч мой напарник крест перетащил сам в храм вот так что что за крест достаточно ну красиво выполнен ребят мы сейчас зайдем сам храм он черекают птички там внутри жалко что храм восстанавливать так и не хотят вроде как пишет пишет что будут восстанавливать этот храм но неизвестно да ладно да ладно серьезно что ли на прошлом видео ребят я вам показывал здесь был крест стоял крест стоял крест ручная красивая работа и кто-то крест утащил кому он понадобился блин это вообще жесть что происходит не знаю с какими умыслами его утащили не знает то ли мародерство то ли что или его хотят куда-то в другое место закопать ну так не поступают так не поступает это вообще кощунство кстати на одном из видеороликов ко мне обратился товарищ который здесь свое время жил и он мне сказал что вот в этой вот сирене был барский дом но я если честно в барские дома не залазил мне не нравится шурфить такие места все с тем что объем площадь большая кирпичей очень много вот кстати вот видите вот этот куча это куча последний был здесь дом видите углу разрушенный это специально выбивали потому что было раньше традиции как бы на углу церкви положить золотые вот тоже мародеры постарались и вот у нас здесь вот последний дом был за моей спиной ну ладно я сейчас заходил за свой на свой фундамент к сожалению он печальный насколько печальный сейчас вам покажу и так ребята у нас произошли изменения я к пацанам не поехал по пути по дороге в новую деревню не встретился камрад на ниве я говорю как дорога он говорит ужасное проехать будет сложно вот так что я не поехал с ним познакомился он где-то 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 там на заднем плане до на заднем плане где-то его зовут серега он местный вот и рассказал показал на перспективных местах позади меня лесок который в принципе он говорит находится фундаменты и они в принципе хорошо свое время выстреливали вот так что будем иметь ввиду на заметочку может быть дальше будем сюда продолжать ездить кстати насчет церкви он сказал что когда там работали археологи место отчуждения не сделали 150 метров от церкви вот так что имейте ввиду ребята вот именно в этой деревне археологи 150 метров сказали запретная зона так что ладно погнали сейчас я позавтракал наконец-то вот и вон около того столба за шурфлюсь вот потому что там как бы фундамента неплохое видно как неплохой посмотрим посмотрим так что глянем итак ребята ну что тот фундамент которая вам показывал его как бы шурфили не знаю как глубоко но его шурфили и знаете что-то был такой сигнальчик я его спану и оказалось вот такая зачетная прям вообще шикарная шикарная двушка двадцать четвертого года хороший я вам хочу сказать что это даже как бы не фундаментный такой знаете сохран хотя серёга который вон он копает вон он около столба говорит что здесь как бы это находки такие очень хорошего сохранить очень хорошего для фундамента не бодрецкие нормально с почином думаю фундамент будет чем давать кенгуха вообще что-то устал сейчас тоже позавтракал плотненько здесь вот вот это леса в этих лесах фундаменты и фундаменты в реку уходит и так ребята еще один цветной сигнал второй и это у нас крестик женский нательный тоже как видите бодрого вида нормально нормально будем продолжать посмотрим что будет вон там серёга ходит он верховую поднял двушку николаевской 1870 и у меня сразу же тоже двушечка тоже николаевская но сохранить похуже чем у него у него верховой у меня домовой короче но монеты есть и так ребята наконец-то я все-таки доехал сюда пацаны здесь разворотили вот такой фундамент кто у нас сзади у нас диман юданов дим здорово женька подъехал поехал на другой фунт где сегодня они копали михалыч виталек ну и красота смотрите какая красота обалденно и тут вещь такую подняли интересные смотрите я такой прям не знаю другой бы кто-нибудь просто-напросто выкинул бы это ребята от пистоля это не пистолет а пистоль знаете такой деревянный с большим дулом который стрелял большими дробинами а в руках у меня курковой фрагмент от кремниевого пистолета пистоль мушкет по состоянии находки мы не можем определить конкретный пистолет но по характерным признакам это кремниевый пистолет вооружение российской империи кремниевое оружие было введено петром первым на вооружение не продолжал свыше 150 лет пистолеты широко стали использоваться лишь 1810 году предназначалась для гусарских и драгунских полков 18 веке на дуэль все более распространение получает огнестрельное оружие главным образом курковый однозарядный пистолет видов дуэли на пистолетах существует больше чем на холодном оружии во всех случаях для дуэли использовались парные однозарядные пистолеты дульного заряжения то есть перед выстрелом надо было положить туда порох а затем забить пулю обернутой пыжом пули были круглые свинцовые диаметр 12-15 миллиметров и весом 10-12 грамм до 1 3 19 века дуэльный пистолетов оснащался так называемым кремнием замком в чем суть замок представлял собой две собачки в одной из которых находился кремль а другой огниво при нажатии курка собачка сходила и вышибала искру которая попадала на находящийся под ними пороховую полку и воспал менял порох и вследствие после чего осуществлялся быстро правила дуэли практически были одинаковы но все же в отдельных случаях обговаривались место поединка выбирают секунданты основным условием выбора закрыты от солнца ветра пыли ровная площадка и подальше от людских глаз минимальное и максимальное расстояние тоже выбирал секундант обычно максимальное расстояние 45 шагов а минимальное 25 пистолеты должны быть одинаковыми зачастую использовался набор парных пистолетов также пистолеты заряжали секундантами одинаковым порохом и пулями заряжались оба пистолета остальные правила обговаривались либо стрельба по платку либо по сигналу дуэлянты двигались друг другу барьеру и желающий выстрелить первым должен остановиться поднять пистолет прицелиться стрельба на ходу запрещена после выстрела вне зависимости от результата он должен остановиться на том же месте тот кто стреляет вторым имеет право подойти к самому барьеру ограничивающую минимальное расстояние и стрелять выстрел должен быть совершен в течение трех минут по истечению этого времени стрелять нельзя стрелять можно только получив команду от секундантов или распорядителя дуэли по команде сближайтесь или начинайте а там как угодно хоть сразу хоть подойти к самому барьеру на минимальное расстояние выстрелов может быть только два но допускается продолжение дуэли случае обоюдных промахов стрелять воздух можно но только второму стрелявшему первому нельзя если первым выстрелом воздух то второй имеет право его застрелить и это не противоречит законам чести случае осечки либо считать за выстрел либо не считать об этом должны до поединка договариваться секунданты уклоняться от выстрела не допускается секундант формально имеет право убить дуэлянта совершившего на поединке бесчестного поступка но такого практически не случалось в те далекие годы в пике популярности дуэли погибли многие известные личности одним из которых стал известный литературном мире пушкин а через четыре года лермонтов надеюсь свое время из нашего пистолета никто не пострадал вот такая история о нашей находке надеюсь понравилось а сейчас возвращаемся на шурф вот такая интересная находка жалко что она в таком плачевном виде но как экспонат для панно сделать в принципе можно я уже даже представляю как можно красиво из нее вещь сделать интересная вещь очень интересно это у нас виталек откопал вот здесь вот была деньга в прошлый раз они его продолжили двушка сашина в общем фундец огромный у нас вроде как холодно диман он разгонишьался весь ладно смотрите сколько здесь стекляшек было интересный диман чё здесь из-за интересного было стекляшки без нас без надписей что ничего ну очень старый очень ну очень старее чем мы да старее чем мы это точно ножичек столовой ребят находка огромная пуговица но огромный это раз а во-вторых здесь имеется надпись какая-то 100 100 а нет не 100 а 10 с 10 с видел кто такое подобное коллекционеры пуговица наверное сейчас локти кусают вот это наверное кто-то наверное 10 какой-то истребительский полк но это но это год какой-то наверное судя по размеру наверное начало 18 века ребята начало 18 века если историю подобные пуговки я найду кто и носил я вам конечно прикреплю по цифре 10 ходили 18 полков русской имперской армии это были пехотные гусарские уланские егерские полки и линейные батальоны но у нас имеется также буква с пуговица с буквами цифровыми изображениями были введены в части русской армии в декабре 1829 года в 1862 году цифра и литера на пуговицах упразднены буква с означает стрелковый батальон и так мы определили 10 с это 10 стрелковый батальон примерно 1829 1862 года к сожалению по золотой или по серебрении на пуговица отсутствует и сказать что пуговица офицера или солдата мы не можем так что точно я не смог определить владельца этой пуговицы оказывается был такой 10 стрелковый полк пехотная воинская часть русской имперской армии сформировано 1826 году учебный полк вплоть до 1856 года назначением части была подготовка для пеших частей армии унтер-офицеров и батальон входил в состав учебных войск 1856 причислен из учебных войск в действующее участвовал в боевых действиях на балканах 1877 1878 год в 1904 1905 участвовал в боевых действиях в русско-японской войне вот такая у меня информация а у вас варианты есть пишите в комментарии под видео а я пожалуй отправлюсь на один сайт и попробую там что узнать кстати я его вам рекомендую ссылка под этим видео ну а сейчас возвращаемся мы копать а вы смотреть прям пуговка просто огонь вообще зачетный пуговка класс ребят у михалыча сейчас в прямом эфире подойду и вот здесь вот у виталька виталька получается деньга вообще хорошая деньга 1736 чё монета у михалыча монетоз 1736 год это анна ивановна ладно чё там тетя там копейка нибудь советская команда нет что-то крупная да это не к это 1 1 2 николай они наверное все-таки копеечка серебром вензеля видите достаточно с этой стороны бодро красивая прям а вот здесь вот какой-то шняга вообще я сейчас помочу не вам покажу что за год хорош хорош ребят почти почистил вернее почистил смочил 1840 год копейка николая это просто на рост и они удаляться но там смотрите видите как буковки проглядывается рельеф высокий не затертая монета монета вообще будет вкусная я вам серьезно говорю михалыч умеет чистить у него монетки вкусные получается вообще классно держи это у михалыча почин да ребят представляете за весь день у михалыча первая монета это прям даже как-то знаете странно дико смотреть на это что у михалыча нет ничего нонсенс да все это блин непонятно ладно колечко тебя там еще да а колечко то не просто я а женская женская и с узором в центре вот такое красивое что там беленьким отдает беленьким отдает колечко все почищу посмотри ребят говорите как красиво звучит у михалыча михалыч говорит что я приехал и у него удача поперла михалыч это ты виновен бочком и ковырочку поставил чуть круглая монеты ешкин кот серебро петровской а нет это копейка а 2 а сохранку твоя 60 57 по 257 хорош хорош бодрячок михалыч приехал я им тебя поперла ну а как мы с тобой спелись или спелись ладно ребят шурф не настолько богат оказывается по находкам но она того стоит находки вот такие вот смотрите какая красивая его помыл сплоснул диман и и откопал и это у нас ребята серьга вообще класс я приехал находки пошли до дима классно раньше раньше михалыч телефон не брал чё там дима на качат пуговка гирька папиру ребят древнятина древнятина здесь пистоль вот такие вот вещи колечки перстни и все это где-то примерно на два штука до на двух штуках и верховые он вряд ли здесь не зацепит но все же ребят я ванюши зацепил сейчас поройдусь по верхам пацаны говорят здесь пробок нету все хватит отдыхать наверно около часа отдыхаю здесь пацаны копают находки откапывают а я чё-то нифига развлекаю я удачу своим отдаю сейчас я уйду ему них удача пропадет по находкам получилось сегодня не густо но и не пусто по монетам как-то вот так вот из всего вкусного хочу отметить наверное единственную вот такую монету екатериновский пятак 1792 года виталек сегодня отличился вот такой шикарной находкой виталек наверно первый пятак до своей жизни затем это у нас копеечка серебром 1840 копеечка 1857 деньга 36 еще одна наверное деньга елизавета вензеля ведь проглядывается да это до меня ее подняли дальше что еще тут из крупного пятак 1875 год затертый ну и трешка потом двушка двушка а вот еще деньга вот на еще красавица деньга по шмурдику очень интересно сегодня очень интересно по шмурдичку во первых вот такой вот железный да с виду ненужная вещица это у нас от пистоля возможно от кремниевого находка интересная ну жалко что гнивая дальше пуговка пуговка интересно 10 копеек с что за пуговица вы наверное уже знаете информацию я нашел наверное если не нашел то пошел прошу отписаться в комментариях чё за пуговка крестик крестик кругляшки как говорится крутилки от керосинки причем обе разные дальше по металлопластики еще есть вот такая красивая я предполагаю что серьга пустотелая колечко с камушком серебряная камушек у нас это синенький дальше вот такая вот украшал очка имеется надпись капказ вот я просто встречал что это как бы знаете сувенир очка и сувенирка между прочим царского времени кавказ дальше вот такая вот лабуда не значит и такое это у нас самовара царь конина бубенец еще такая в позолочная конинка ключик от братья череда бородач вот и вот жалко с утратами бородач кстати вот про эту забыл ей сказать ребят все таки сейчас москвичи подход подъезжали и мою версию они подтвердили что возможно это был колокольчик и еще один перстенек такой красивый тоже его потер немножко тоже белый металл серебро нет не знаем но как-то вот так вот ребят получилось у нас не пусто ну совсем сегодня и не густо так что ладно у нас погода подходит к своему завершению в самаре льет дождь судя по всему ну и нам значит пора ладно все всем пока до новых встреч а а а а а а Продолжение следует...